Всем привет, ребят! И сегодня я побуду немного левшой. Ну, во всяком случае, постараюсь им побыть. И буду я сегодня собирать вторую версию часов из Метро Исход. И вторую версию счетчика Гейгера с платой определения маяков радиации. Видос будет долгим и залипательным, так что чаек и печеньки рекомендую. Ну а с вами как всегда Дредд, погнали! Итак, начнем с корпуса часов. Я его решил сделать из прутка алюминия D16T. Геометрия прутков, конечно, оставляет желать лучшего. И перед тем, как пустить стружку, я чуток оцентровал заготовку и сточил немного с одной стороны, чтобы кулачки не разжимать на максимум. Теперь можно переставлять заготовку и пробовать точить основной корпус и заготовку под скобы крепления безеля, который также называют рант, люнет или лимб. Да, простояв несколько часов за токарным станком, моя спина передала мне пламенный привет и потребовала отдыха. Ну, отдых так отдых. Я как раз осуществил свою давнюю мечту и прикупил себе плойку. Компьютер уже изрядно поднадоел и захотелось развалиться на диване с чайком и печеньками. А тут еще у ребят из варгейминга годовщина выхода из раннего доступа игрушки World of Warships Legends. И она действительно пользуется популярностью. Это отдельная игра, которая полностью отличается от ПК-версии. Простыми словами, она была создана с нуля специально под консоли Xbox и PlayStation, чтобы устраивать настоящие зарубы. Бои теперь стали значительно короче и интереснее, и длятся они в среднем 9 минут. Насладиться игрой теперь можно вдвойне. Даже после неудачной битвы, ваше судно вернется в порт в целости и сохранности. Больше не надо ждать ремонта и платить за это. Матчмейкинг нынче моментальный и карты грузятся за несколько секунд. Ну и самое главное, больше не придется запоминать зубодробительные комбо и тактики. Все стало намного проще и освоиться вам получится всего за пару каток. Выбирайте свой тип корабля, будь это эсминец, крейсер или линкор. Зовите друзей и играйте вместе с ними, если даже у вас разные консоли. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании, вводите мой инвайт код и получайте 8 дней премиума и огромную кучу бустеров для мощного старта. Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, вот что у меня получилось. Справа это корпус, а слева заготовка под скобы. Корпус должен свободно входить в заготовку, чтобы при установке скоб не было зазоров. Цилиндр-заготовку к деревянной подложке фрезерного станка я решил просто приклеить с большим количеством цинокрилата. Потом, правда, додумался сделать болванку для крепления, но хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Установил сначала 3-х миллиметровую фрезу, чтобы правильно зацентроваться, а потом сменил ее на 2-х миллиметровую. И погнали фрезеровать. Вот что в итоге получилось. Выкусываем 4 скобы и уже вручную доводим края. Скобы будут крепиться к корпусу на винты М2.5. Для них нужно будет сделать отверстие и снять фаску. В верхней части скоб я также предусмотрел отверстие под винты М2.5. Остается только нарезать там резьбу. Уши для крепления ремешка решил фрезернуть из листа алюминия D16T толщиной 5 миллиметров. Расчерчиваем на корпусе центра и также отмечаем под отверстия в ушках. Ушки корпусу решил сначала приклеить на цинокрилат и уже по готовым отверстиям в ушах сделать отверстие и в корпусе. Цинокрилат, кстати, потом очень легко убирается, так что он нужен будет только для временного крепления. Сами же ушки будем крепить также на винты М2.5. Отмечаем и высверливаем отверстия под штифты ремешка и затем закругляем ушки. Ну что ж, теперь можно устанавливать скобы на свое место. Для этого нужно будет высвелить 4 отверстия и нарезать в них резьбу также М2.5. Так как на моей плате часов немного выступают кнопки и также нужно место под фальш-кнопочки, я решил выфрезеровать немного по внутреннему радиусу, чтобы все хорошо умещалось. В ходе сборки корпуса я решил отойти от запланированной USB зарядки, которая была на плате и сделать что-то типа док-станции. И для этого нужно будет сделать пару латунных пятаков в корпусе, они должны быть изолированы от корпуса и друг от друга. Поэтому решено было сделать проставки и основу из текстолита. Заодно, пока корпус на поворотном столе, решил сделать отверстие под кнопки, бузер и провода светодиода. Выступающую оправку кнопок выточил также из D16T, ну а сами фальш-кнопки из латони. Сразу, конечно, не додумался нарезать резьбу на станке и пришлось все делать вручную. Заднюю крышку решил сделать из пищевого алюминия толщиной 2 мм. Не стал оставлять крышку без внимания и сделал гравировку в виде логотипа Спарты, ну или метро Исход. Промываем обезжиривателем, затем кидаем в ультразвуковую ванну, также налив в нее обезжириватель. Немного шлифанем, так как алюминий попался вязким и фреза немного его подняла, но это не беда. Опять ультразвук и теперь можно красить. Как краска окончательно подсохла, решил немного шлифануть 240 наждачной бумагой и вот что в итоге получилось. Крепить крышку буду на болты М1.6, также сверлим отверстие и очень аккуратно нарезаем резьбу. Ну что ж, будем наводить красоту. Застарить корпус решил в щелочи, а точнее в кроте. Для этого понадобится сам крот, соль, железная тара и конфорка. Крот немного разводим с водой и наливаем в пластиковую посуду. И затем закидываем туда наши детальки. Спустя 20 минут вот что у нас получилось. Теперь нужно закрепить результат, наливаем воду в железную тару, ставим на конфорку и насыпаем пару ложек обычной поваренной соли. Доводим до кипения и кидаем туда наши детальки. И варим все это дело минут 10-15. Ну что ж, супчик из часов готов, почти такой же как и с топора. Вытаскиваем ингредиенты и кидаем отмываться опять в ультразвук. Вся соль, конечно, не отмылась, я этого и добивался, но большие пятна я решил счистить щеткой. Совсем забыл про стекло, я его решил сделать из поликарбоната толщиной 2 мм. И затем немного полирнуть, так как на дворе постапокалипсис, то до идеальной прозрачности я не стал полировать. Ну что ж, пора устанавливать сердце наших часов, точнее саму плату, которую спроектировали и собрали в НИИ ГРОПРО. Все это дело работает на микроконтроллере STM32. Плата специально изготовлена в стиле техники времен СССР, чтобы более походило на игровой модель. О функциях я расскажу чуть позже. Часы будут питаться от аккумулятора на 500 мАч. И одного заряда хватит на более чем 24 часа. На корпусе также установим синий светодиод. И так же, как в игре, светодиод будет загораться при попадании достаточного количества света на фоторезистор, установленный на плате. Текстолит, из которого я вырезал изоляторы для контактов зарядки, был фольгирован. Так что медь нужно будет обязательно убрать, чтобы ничего не замкнуло. Сами же контакты также выточил из латуни и вклеил их на эпоксидный клей в корпус. Проверяем, чтобы все работало, и устанавливаем кожаный ремешок, предварительно его заставив. Так, ну что, пришло время сделать док-станцию. Основу зарядного устройства я решил сделать из бука. Мне очень нравится с ним работать, и на вид он очень даже неплох. Фрезеровать бук буду вот такой компрессионной однозаходной фрезой на 6 мм. Продолжение следует... Верхнюю же часть зарядки я решил задекорировать панельками с гравировкой из АМГ-алюминия. Субтитры сделал DimaTorzok Ответную панель, где будут расположены подпружиненные контакты для подзарядки часов, я спроектировал и напечатал на 3D-принтере. Осталось установить вот такие вот крохотные контакты, которые я купил на Алиэкспресс, и всю эту сборку смонтировать в подставке. На задней части будет установлена подрезанная плата зарядки Type-C. На плате нужен будет только сам разъем, так что все остальное можно выпоить и не боясь обрезать все лишнее. На декоративной панели устанавливаем глазок со светодиодом и выключатель питания. Схема очень простая, выключатель будет просто разрывать цепь питания между адаптером и часами. Ну а вот светодиод с резистором подключен просто параллельно к цепи и загорается при включении питания. Итак, счетчик Гейгера на пульсник, он же ПДА Метро. Корпус на пульсника был спроектирован с нуля и напечатан на фотополимерном принтере. Использовал я красную смолу, так как на ней хорошо видны косяки и легче их устранять. В этот раз я все детали печатал на Anycubic Photon S. После печати решил промыть детали в спирте в ультразвуке и на мое удивление все очень хорошо отмылось, нежели это делать вручную. Также не забываем засветить еще раз детали под ультрафиолетом, чтобы они уже на 100% набрали свою прочность. Основание под напульсник, а точнее нижнюю часть я решил сделать из все того же текстолита, а затем просто снял фольгу, немного нагрев сам текстолит. Сердцем же нашего напульсника послужит плата также от NeagroPro. И плату на часы, и плату на напульсник ребята изготовили на заказ для меня. Мы вместе продумали функционал и дизайн. А вот программирование, пайка и сборка плат все это делали в NeagroPro. Плата оборудована динамиком, которая будет издавать звуки аккумулятором, шкалой здоровья и стрелочным индикатором. Да, конечно, ураном мы не будем посыпать землю, а вместо этого мы будем использовать радиомаячки луч, которые имитируют радиацию. Вот так вот они примерно выглядят. Наш счетчик, он же PDA, взаимодействует с маяками по радиосигналу в радиусе от 100 до 200 метров. Радиус можно менять под свои нужды. Система построена на базе системы луч, и так же как в Stalker Strike, можно разбросать по местности эти самые маячки и обходить их, не попадая в зону радиации. Так же в игре на мониторе видна шкала здоровья героя. Ну а вот в реальном мире мы решили разместить эту шкалу в нашем наручном приборе. При включении счетчика шкала полностью заполнена, и когда мы попадаем в радиус работы маяка с радиацией, шкала постепенно уменьшается до нуля, после чего все, гейм овер. Это все дело я еще покажу в конце ролика. Корпус я решил покрасить черной и коричневой грунтовкой, а затем залить все краской для кожи. Краска для кожи очень хорошо убирается обезжиривателем, и можно с легкостью сделать потертости. Цоколь лампы индикатора я решил выточить из акрила толщиной 8 миллиметров, и затем обмотать нижнюю часть проволокой. Вклеиваем оранжевый светодиод, и припаиваем резистор, и устанавливаем все это дело на свое место. Приклеиваем декоративную панельку на стрелочный индикатор, также приклеиваем саму стрелочку, вырезал я это все дело из картона, и устанавливаем светодиоды для подсветки. Выводы же самого индикатора припаиваем к плате, к специальным контактам. Они там помечены как вольт. Трубку для счетчика решил изготовить из латуни и текстолита, и затем прикрутить ее к основанию. Как раз опробую свою новую пилу металлмастер, давно о такой мечтал, но вот приобрел себе. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, для этого всего дела нужно сделать красивую упаковку. Коробчонку я решил сделать из 5-миллиметровой фанеры. Ну и гравировка, думаю, будет не лишней. Назовем, думаю, все это дело вот как-то так. Ну что, вот такая коробочка у нас получилась. Здесь у нас есть датчик освещения. Если мы прикрываем часы, то он погасает. Нажимаем верхнюю кнопку. Пошел отчет 5-минутный для смены коробки противогаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За истечением одной минуты часы будут пикать один раз. Кончится третья минута. Часы пикнут два раза. Вторая минута. Часы пикнут три раза. И когда полностью время выйдет, часы будут несколько раз звонить, что уже пора менять коробку противогаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И время вышло. Также мы можем включить таймер и выключить его также верхней кнопкой. При удерживании средней кнопки у нас показывает число, месяц и год. Нижняя кнопка отвечает за будильник, и если ее нажать, то покажется надпись «Он», значит, у нас будильник включен. Если мы ее удерживаем, то будильник выключен. И если будильник выключен, и мы нажали и удержали кнопку, то мы сразу переходим в настройку будильника. Чтобы выставить дату, время и часы, мы делаем так вот. «Он» — это у нас включение-выключение дисплея. Если надпись «Он», то дисплей всегда включен. Если надпись «Офф», то дисплей у нас потухает через 3 секунды. Компас «Адриана» у нас оригинальный, не фонит. Так, что касается у нас зарядочки, подключаем USB-разъем, устанавливаем часы и включаем выключатель. На часах под платы загорается красный светодиод, это значит, зарядка пошла. Как только светодиод погаснет, значит, часы полностью заряжены. Итак, остался напульсник. Он у нас работает на системе «Луч». Есть вот такие маячки, которые выполняют роль радиации. И когда мы включаем напульсник, у нас загорается подсветка самого дисплея, светодиод и шкала жизни. В данный момент она сейчас заполнена. И когда мы попадаем в зону действия данного маячка или нескольких маячков, мы его включаем. Ну и, короче, вот наши жизни. Они уже почти иссякли. Если не услышали звук, хотя его трудно не услышать, то на плату встроена вибра, так что это можно будет почувствовать. Обнулиться можно, просто выключив и включив счетчик. Ну что ж, на этом все. Я очень старался и думаю, вы оцените мои труды. Ну а с вами был, как всегда, Дредд. Будьте здоровы и не болейте. Всем пока.